Это что? Кому я такая нужна потом? Да я классная. Потом кому я такая нужна? Да я классная. Отсутствие моей руки для меня это такой фильтр людей. Тебе в детстве дразнили? Да. Типа я не смотрю, у меня сейчас косоглазие разорвется, но это не рука, это же отстой. Потому что я думала, что это очень дорого и что это только заграница. Это такой, знаешь, типа аксессуар, как сумочку покупают. И вот я также покупала протез. У нас нет приятия в обществе инвалидов. Смотрите, привыкайте. Мы есть, нас много. Выход в свет это такой перформанс. Да. Мое тело, мое дело. Все, прекратите бодипозитив от киборга. Кать, а как к тебе относится бодипозитив? Вот так нормально. Я никогда вообще не пожимала руку к киборгу. Прикольно. Здравствуй, Кать. Здравствуйте. Здравствуйте, Илья. Слушай, я рад тебя видеть. На самом деле уже наконец-то оффлайн. С не всем в последнее время я это говорю, потому что наша жизнь стала такой, что мы все перешли в онлайн, в онлайн. У нас один единственный коммуникатор – это телефон и компьютер. И очень редко бывает так, что можно сесть по душам, поговорить. Да. Я тебя знаю уже целый год. Ну, почти, да. Да, почти год. И никогда не было возможности так уже встретиться, поболтать, посекретить. Да, коронавирус сбил все планы, потому что планировалась моя поездка еще в марте, наверное, я хотела рвануть. И как раз вот это все. И я такая, ну, ок, подождем. И в итоге мы подождали еще до… Полгода, да. Еще до октября. Представься, расскажи о себе, чем ты занимаешься, сколько тебе лет и где ты живешь? Меня зовут Катя. Я из Тольятти. У меня 28. Работаю соцсетями, СММщик, кто как меня называет. Год назад получил протез от моторики. И вот, собственно, поэтому я тут сегодня рассказать о себе. Круто. Скажи мне, сразу первый же вопрос. У тебя это врожденное или приобретенное? Да, у меня врожденное. То есть ты так же, как я, врожденная аплазия, все дела. То есть ты с самого детства, ты не знаешь, что такое жизнь двумя руками. Да, да, да. То есть нам это не приходилось проходить. Слушай, а у меня-то к тебе вопросы, раз интервью все-таки мы болтаем. Да. Ты знаешь, у тебя родители там генетические тесты какие-нибудь проходили? Слушай, нет, никогда не делали. Но на тот момент, наверное, времени в СССР какие-то генетические тесты могли вообще оговорить? Нет, что-то делали, потому что мои делали генетические тесты, пытались понять причину, но, собственно, ее не нашли. А ты сейчас уже делала генетические тесты? Нет, сейчас нет. Ну, как бы, у меня есть сын, и, понятно, сделаю, что у меня не генетика. Так что, ну, как бы... А ты боялся переродами сына? У меня, знаешь, как, наверное, вот когда я совсем юная, молодая была, у меня была мысль пройти такой тест на перспективу, чтобы знать, передастся ли это моим детям или нет. И даже, наверное, это был такой, знаешь, переломный момент, когда вот я загналась этой темой, что я вот такая, к кому я такая нужна, когда у меня не было там никаких романтических отношений, и что зачем ребенка обрекать на такое же, я лучше не буду тогда вообще иметь детей, там, усыновить или еще как-то. Это все возможно, я к усыновлениям относилась очень хорошо, ну и сейчас тоже. А потом, а потом как-то, я не знаю, захотелось, наверное, своего так эгоистично, и я просто даже об этом тогда не думала. То есть, буду любить, какой будет, меня же любят, и тебя же любят. Ну, то есть, я в этом никакой вообще проблемы не увидела. Ну, раз он так с места в карьеры, сразу отношения, у меня вот такой вопрос. А вот, раз ты с рождения, с рожденной аплазией, как у тебя вообще строились отношения с сильным полом? Ну, вот, у меня в голове очень четко такая, знаешь, бегущая строкой прям фраза была, кому я такая нужна очень долго. Ну, вот, когда там первый романтический... Когда она появилась? Давай, давай, цифра закопаться. Знаешь, первые романтические отношения, там, у друзей, у подружек бывают, ну, сколько вот там, какие-то намеки, наверное, лет в 12 начинаются, и я прям сильно загонялась, потому что у моих ровесников это уже каким-то образом проявляется, а у меня нет. И сейчас уже, конечно, анализирую. То есть, все по парочкам, а ты одна? Ну, не то, чтобы прям по парочкам, но что-то там какие-то были, там, знаки внимания. Ко мне как будто такого не было. Но потом, вот сейчас я анализирую все это, понимаю, что это не из руки. Это было потому, что я такая серьезная мадам, ко мне как бы на хромой казе не подъедешь. А потом оказалось, что это вообще не проблема, что меня не оценивают. То есть, мы же человека не оцениваем набором критериев, мы же смотрим целиком. И я поняла, что правда, ни для кого это не препятствие, и отношения строились как у всех. То есть, были и хорошие, и плохие моменты. Один раз только у меня был очень интересный случай. Я училась в колледже, у меня было, может быть, летом 17. Встречалась мальчика, у нас познакомила одногруппница моя. Мы с ней просто встречались, не соврать, две недели, все две недели он не видел, что у меня нет руки. Серьезно? Да. Слушай, у меня тоже такие случаи были, когда девушка не замечала, не знаю, наверное, месяц в выслеживаемых социальных сетях, видела меня в институте и вообще не видела, что у меня нет руки до того момента, пока, собственно, я говорю, слушай, тебя не смущает. А ты знаешь, как в плохой комедии, ааа, у тебя нет руки. Вот, вот у меня так было. То есть, это была осень, соответственно, куртки, о чем мы мелкие, никогда в капе там не ходили. Все на улице, то есть, по гуляшке, просто за ручку. Но я всегда вставала с той стороны, чтобы левой рукой держаться. Протеза не было, но как бы я стеснялась. Но я-то думала, что он видит. И в какой-то день у нас была пара вместе, я села с ним за одну парту, я залезаю в сумку и правой рукой придерживаю сумку и до чего-то достаю. И он меня прям вот так хватает за руку, такой, это что? Я такая, ничего, рука. Он такой замолчал, отвернулся. Ну, мы пару отсидели, все, идем на остановку. И он такой, Кать, знаешь, нам надо расстаться. Серьезно? Да, я тебе клянусь прям в тот же день. Тебя бросили. Слушай, но это для меня такая реакция, потому что, но вот так вот откровенно, мне в отношениях никогда не говорили, что меня бросит за руки. Со мной расставался работодатель по этой причине. Вот, а это у меня вот один раз такой был. Слушай, ты травму не словила? Вообще нет. То есть, я увидела его реакцию еще тогда на паре, что для него это шок. Да, я такая, ну, все понятно. Типа, он меня, по сути, опередил. Но я бы не сказала, что я с ним прям вот расстанусь. То есть, я предполагала, что будет какой-то разговор, а разговора не было. И вот это, понимаешь, по пути студенты идут, людей полно. И он мне это все выдает. И я, знаешь, что я ему ответила? Спасибо, пока. И я все, я просто отвернулась и ушла. Слушай, ну ты, конечно, крутая, что ты не словила в этот момент вот этот комплекс, который большинство людей могут поймать. Да, кстати, я не понимаю, почему в тот момент я так легко это... Приняла? Да. То есть, я бы могла, по идее, наверное, загнаться, потому что у меня бывали периоды, а ты, знаешь, скачками такие были, когда кому я такая нужна, потом да я классная, потом кому я такая нужна, да я классная. То есть, вот так вот всю жизнь у меня. А в остальном, ну вот один из моих первых так ухажеров, более-менее серьезных, ну там, конечно, это тоже все по подростковому, он мне такую фразу выдал, типа, Кать, ты одной рукой можешь больше, чем моя одноклассница с двумя. И я такая, правда, а что это я загоняюсь? Ну, и меня прям отпустило. Моя сестра говорит, что отсутствие руки для меня это такой фильтр людей. То есть, если они... Ну, типа, все мудаки останутся там за краем. А это можно, да, это слово говорить? Ну, да. Потому что мы так это называем. Фильтр от мудаков у нас. Ну, блин, называем вещи своими именами, но если реально человек, который низкого, не знаю, социального воспитания, по-другому просто не могу подобрать более культурный термин, поэтому, ну, он мудак. Я понимаю, что реально со мной не дружить, не строить какие-то романтические отношения. Человек, который, ну, если он не принимает это, то иди-ка ты знаешь куда. То потом начнет заебать пальцы, значит, я хочу такой цвет глаз, чтоб ты так одевалась, ты сидела дома, ни с кем не общалась и вообще должна загадывать мне в рот. Я понимаю, конечно, у всех у нас есть определенные, как бы, критерии, типажи, которые нам нравятся, но если вот это не принимут, то обижаться нет, не буду абсолютно, сейчас это уже про прожитый момент. Но, знаешь, сразу такое, типа, не тратить время на это. Но тебя это не сломало за всю жизнь, не насадило на тебя каких-то ярлыков? Нет, блин, нет, конечно, были периоды, когда было прям тяжко, но... Как ты с этим боролась? Да никак. Да как будто бы я реально никак с этим не боролась. Я потом просто... Ну как-никак, ну ты же прожила эту ситуацию. Это значит, как оно... Ты же сейчас видишь, об этом можно даже спокойно говорить. Оно как будто бы само, то есть в какой-то момент мне помогали мое окружение, у меня семья меня очень сильно поддерживает во всем. Наверное, надо сказать спасибо родителям, что они меня воспитывали как обычного ребенка. То есть это не было, что, ой, Катенька, Катенька, дай помогу друзьям. Мне реально везло всю жизнь на хороших друзей. Вот с малышковой, прям с садика, начиная, когда мальчишки меня защищали от обидчиков из соседних групп, которые меня обзывали. Тебе в детстве, говорят, дразнили? Да. Серьезно? Было. Мне кажется, у меня память как будто затирает вот такие негативные моменты. Мне почему-то кажется, что вот меня в детстве вообще никогда не дразнили. Я прям не могу вспомнить. Нет, у меня в памяти осталось прям два таких ярких случая, которые вот помнятся. Все остальное это были вот эти, знаешь, косые взгляды, ты их знаешь. Я называю это взгляд удивления. Мне кажется, ты, я и все люди с какой-либо инклюзивностью знают истинные моменты удивления. Вот знаешь, как это показывают в фильмах, когда, сейчас вам покажу, когда в фильмах показывают, что актер делает вот так вот. Да, да, да. И это как бы непридуманная вещь, и люди реально так удивляются. А вот эти, которые пытаются незаметно посмотреть, и вот это вот. Типа я не смотрю, у меня сейчас косоглазие разорвется. А теперь еще есть подтяжка и фото, типа. Кстати, только у нее вращала. Как только у нее рука. У меня один раз фотовала дамочка. Она шла-шла на кассе. Тут была свободная касса, тут, значит, стою я. Она проходит, краем глаза видит, что здесь что-то интересное. Человек-иборг. Она возвращается в мою кассу, хотя там свободно. Встает и берет своего мужа за шкирятник и заводит в мою же кассу. Жесть, какая просто. Я стою такой, что-то отвернулся, а у меня впереди стоит брат. И брат говорит, типа, она тебя фоткает. Я говорю, в смысле? Говорит, ну ты когда вот отворачиваешься, она достаёт телефон и начинает фоткать твою руку. Говорит, повернись, пожалуйста, прямо сейчас. Я поворачиваюсь такой резко. А она такая, ну так, жвачка, жвачка, да ты будешь жвачку? Думаю, ну нормально. Как изменилась ли твоя жизнь с получением протеза? Очень. Это твой первый протез? Нет, у меня были в детстве вот эта, знаешь, рука манекена, я их называю. Ну да, силиконовые руки, все через них прошли. Это такая жесть. У меня был в три годика и даже, наверное, меня пытались к нему приучить. Это, ты знаешь, такая махина вот так, через спину, через грудь, цеплялась вот сюда на плечо. Это, типа, ты здесь рукой тянешь лямку, а тут она сгибается. Нет, я даже не помню, как она работала. По-моему, там надо было, типа, вот так, да. То есть тяга, тут-то у меня тяга вот до сих пор, а тут, по сути, наверное, она была вот до сюда. Я не помню её механизм, но мне три года было. Я прям помню, что я пыталась на велике, на трёхколёсном на этой штуке, с этой штукой кататься, но это недолго задержалось, и мы бросили эту затею. Потом лет в 15, наверное, мы пытались мне сделать косметику. Мы даже её сделали, получили. Я примерила, пришла домой, такая, я не буду это носить, спасибо. Положила, и всё. Ну, это не рука, это же отстой. Ну, это вот реально от манекена оторвать и себе приделать. Ну, например, я не носил руку силиконовую от манекена только потому, что она полностью убивала мой функционал. То есть, если без неё я мог делать всё, то с ней я мог делать ничего, и мне уже нужна была реальная помощь. То есть, сели там, Петя, Вася, помогите мне со шнурками. Не знаю, там, Саша, помоги мне с велосипедом. Мне кажется, тут, знаешь, для меня очень важна эстетика, помимо функций. И для меня это было очень некрасиво. Мне кажется, я даже не успела оценить функциональность всего этого дела. Ну, в смысле, конечно, она не поможет, но насколько она будет мне мешать. Но да, наверное, ты прав, с косметикой, ты, считай, не чувствуешь, что не можешь подсобить себя в каком-то моменте. И вот материканский был с третьей. И как ты его нашла? То есть, ну, ты такая, во сколько лет ты решила поставить его? Год назад? Да. Да, получается, это было в том году. Ну, то есть, ты такая же Лада, до 27 лет, Катя, вообще не интересовалась протезами, потому что опыт был первый и второй был неудачный. Потому что я думала, что это очень дорого, и что это только заграница, и что мне такое не светит. Ты серьезно? То есть, у тебя были вот эти возражения? Дорого и заграница? Да, я всегда думала. То есть, я даже, понимаешь, я даже не рассматривала вариантов. Ну, то есть, ты знала, что протезы крутые существуют, но это дорого и заграница. Ну, конечно, я же не в вакууме живу. Слушай, а я с другим, как раз, столкнулся с тем, что у меня не было этих возражений, типа, дорого и заграница, цена и недоступность – это другая история. Но я думаю, что их, в принципе, не существует. То есть, ну, ничего, кроме силикона вокруг, ничего не придумали. Нет, я видела в интернете пользователей. То есть, я не видела контору, которая это делает, потому что у меня даже не было, не возникала мысль начать искать, копать. Я думала, что это не моя история. Я живу в своем маленьком городке, где зарплаты, смех, и что такого не бывает в России. Я видела такие протезы, и я тогда просекла, что это на 3D-принтере напечатано. У какого-то там парня, по-моему, у него была нога. Красивая такая резная. Я такая, 3D-принтеры в Тольятти есть. Я пишу в эту контору. Говорю, ребят. Руки делаете? Да. Я говорю, а можно напечатать протез руки на 3D-принтере? Мне говорят, что в целом да, но нам нужен проект. Я такая, блин. Какой проект? Не работает. Какой проект, где я его найду и что вообще с этим делать? И вот спустя уже много лет после этого, лет 5, наверное, прошло, я случайно наткнулась на моторику и такая, надо. Мне это очень надо. Я хочу. И вот, собственно, так все и произошло. Почему мы на моторику? Ну, к 27 годам функциональность моей руки мне позволяла спокойно жить. Ну, да. И твоя история такая же, что, то есть, нет такого, что я в чем-то ограничена. То есть, у меня такая, вау, это очень красиво, это такой, знаешь, типа, аксессуар, как сумочку покупают. И вот я также покупала протез, что это круто, что не нужно будет прятать руку, потому что весь гардероб подобран так, чтобы рукав, сумку повесить, кофту повесить, неважно, какая температура, я пряталась. Поход на пляж, это вообще целое событие, и все это неловко, и как-то максимально я была скована, зажата, и это, ну, так, это очень сильно усложняло мою ежедневную жизнь. Ну, то есть, я реально в какой-то момент посмотрела свой шкаф, такая открыла, я на автопилоте уже подбираю так. Думаю, пипец. Все с рукавами. Да, ну, не то, что с рукавами, нет, конечно, я ношу и майки, и вот все такое, но то есть все равно как-то пытаюсь все это скрыть, спрятать. Я думаю, сколько своих внутренних ресурсов ежедневно я трачу, чтобы люди вокруг меня на меня не смотрели. И я призадумывалась, что надо с этим что-то в голове менять, потому что, ну, это слишком реально тяжело. С получением протеза, во-первых, пока я с ним хожу, мне проще, то есть я не прячусь, наоборот, мне это внимание приятно. Не каждый раз, но в большинстве случаев. А сейчас, даже когда я иду без него, такие дни бывают, даже без него у меня как будто уверенность, это со мной остается. То есть он какой-то процесс там внутри в голове запустил, я такая правда, а что это? Почему именно черный цвет? Ну, типа такая вся за эстетику, чтобы это было красиво. А разве это не красиво? Ты посмотри на него, посмотри, какая красота. Нет, я-то понимаю, что красиво, но, возможно, кому-то нужна эстетика. Теперь я себе сделаю руку под цвет руки. Ты никогда не сделаешь протест, который будет идентичен твоей руке. Ну, то есть у меня была цель как раз-таки не спрятать. То есть максимально показать? Да, да. Идти от обратного, прям типа заявить о себе. Да, я такая, смотрите. Для чего? Для чего нужен вот этот экспресс-юсел заявить о себе в обществе? Если я всю жизнь от этого уходила, то я вот таким образом, знаешь, такой терапевтический какой-то. От обратного. Да. Клин-клином. Да, именно так. Плюс, наверное, еще для того, чтобы трансформировать общество, вообще отношения людей. Да, да, вот. Именно об этом я понимаю, что у нас, я не могу, наверное, за всех людей инклюзивных сказать, но как бы вот по себе и по тем людям, с которыми я общалась, у нас нет приятия в обществе инвалидов. У нас слово «инвалид» обросло такими стигмами, такими какими-то стереотипами, что это немощный, которого нужно пожалеть, на которого, вот помнишь, из детства мне точно говорили, не смотри, вот идет, едет человек на коляске, не смотри, ты будешь, типа, ему будет неловко. А вот сейчас я хочу вот переломить этот момент в обратную сторону, типа, смотрите, смотрите, привыкайте, мы есть, нас много, смотрите на нас. Мы не прячемся. Да. Мы вышли. И чтобы в дальнейшем, то есть сейчас, по сути, что у тебя, что у меня выход в свет – это такой перформанс. Да, всегда. Всегда. Ну, типа, люди привыкли все унифицировать, а тут сбой программы происходит такой, и мне кажется, что именно вот такое громкое заявление о себе, оно поможет в дальнейшем, чтобы не было вот этих ярлыков и стигм всяких. Мое тело – мое дело, все, прекратите, ну, это вот мусолить и как-то меня в рамки в какие-то ставить, что я какая-то не такая. Я такая. Ну, вот я такая, все. И мне кажется, что это очень долгий процесс, и я рада, что как бы я приложила к этому свою руку. Приложила свою руку, такой ламбур от киборгов. Да, это любимая вообще тема. Ты чего? Я опускаю руки, дай пять. Я к этому приложила свою руку. Какая-то коммуникация есть у меня с другими киборгами, вот что с тобой, что с людьми, я тоже без ног общаюсь. И у всех примерно один и тот же посыл. Ну, как бы за всех тоже, опять же, не могу сказать, но все хотят, чтобы что-то поменялось. И процесс, хорошо, что это все происходит, потому что даже пять лет назад, наверное, все это было иначе. Сейчас же и большие бренды стали приглашать инклюзивных моделей. Это все очень классно, это все очень круто. Но, с той же стороны, ситуация с бодипозитивом. Я когда заявила в Инстаграме о себе и поставила, что у меня в шапке профиля написано бодипозитив от киборга. Две радикально разные реакции на такое было. Одна половина говорит, Катя, а как к тебе относится бодипозитив? Я тоже с этим столкнулся, когда начал ставить хэштег, потому что почему-то бодипозитив ассоциируется с тем, что это полнота, лишний вес. Да, да, да. А, типа, какой у меня вообще бодипозитив? Вот. Потому что, хочу сказать, люди, ну, как бы мне кажется, что как раз, вот я как раз-таки бодипозитив. Вот, вот у меня две стороны. А вы прикрываете свои… То есть, мне сначала половина людей говорит, ты и так, красотка, какой у тебя бодипозитив? Типа, у тебя с фигурой все в порядке. Такая, ну, это же про другое. А другая половина, наоборот, мне говорит, что, Катя, вот бодипозитив – это про тебя. Да, потому что ты с этим ничего не можешь поделать, и что вот все другие, в ситуации, которые можно изменить, что, типа, это не про них. В таком позитивном течении люди пытаются кого-то унифицировать, какие-то расставить критерии на всех, что вот этим можно говорить про бодипозитив, а этим нельзя. Что? То есть, нет таких… Вот у Кати нет руки, поэтому она не может поехать там, я не знаю, на велосипед. Выглядит, как будто я ничего не сделала, но столько потрачено было на этой энергии и времени. Ну, вот забавная ситуация. Пока поправлял камеру, подошел парень, говорит, простите, вы это та самая… Я говорю, что та самая? Ну, вы та самая компания, которую опять лизеру показывают? Я говорю, ну, в смысле, моторика называется. Я говорю, да. А это что, муляж? Или это прям настоящая? Я говорю, в смысле муляж? Я говорю, а, вы имейте в виду, там, типа, есть ли у меня рука, начинает снимать, он такой… Ой, 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 все, все, я понял. Извините, ради бога. По сравнению с вами мы просто какой-то херней занимаемся. Вопрос, чем занимается этот человек? Ты сколько раз проходил какие-то медкомиссии, чтобы доказать, что рука не отросла? Да я и без протеза, и без вашего вообще все могу. Твоя жизнь в целом вообще изменилась с появлением протеза в твоей жизни? Ну, нет. Чтобы она прям на 180 градусов изменилась, нет. Внутреннее самоощущение поменялось однозначно, прям вот, прям вот сто процентов. Какой-то вот нужный, наверное, был этот пинок под зад. Вот он для меня, протез стал таким спусковым крючком к внутренним изменениям. Я не говорю, что сейчас я полностью приняла себя, нет, абсолютно. То есть это такой процесс, типа, 27 лет я жила вот такая вот, не смотрите на меня, а потом бам! Смотрите. Да, смотрите, конечно, это все быстро не происходит. Конечно, это все, ну, процесс такой бесконечный, может быть. А твои родственники, твой муж, ребенок, у Кати есть ребенок. Бывший муж. Тот неловкий момент в интервью, когда ты узнаешь, что бывший муж теперь не... В смысле? Бывший? Да, я же тебе говорила, что я развелась, алло! Нет, серьезно, прикинь, я честно не знал. Так, теперь мне интересно, почему вы развелись с мужем? Ну, давай ты сразу в эту сторону, давай, как на программе Малахо. Почему твой бывший теперь бывший? Это связано с рукой? Просто нет? Нет, абсолютно нет. То есть... То есть у вас там стандартные семейные разборки? Да, да. Просто это, ну, то есть наличие или отсутствие руки никак не влияло на мою личную жизнь, ну, семейную. Твои родственники, родные, близкие друзья как-то вообще заметили? Ну, типа, подошли, так сказать, Катя, ну, ты вообще такая стала в себе прям супер-мега-уверенная. Ну, вот моя семья... Круто вообще выглядит нереально, ты просто, мы тебя готовы на руках носить. Нет, моя семья никак, ну, типа, радикальных изменений в их отношениях, в их эмоциях не было, потому что они меня воспринимают целостно, для них у меня все в порядке. Ну, то есть вообще мы этого не замечаем. Да и я порой забываю, честно говоря, что у меня нет руки. И вот все как-то, ну, мы на этом не акцентируемся абсолютно никогда. То есть нет таких... Вот у Кати нет руки, поэтому она не может поехать там, я не знаю, на велосипеде условно, да. Мы об этом не думаем, не говорим. Ну, вот, когда я в Инстаграме, когда вот я получила протез, я в Инстаграме первый раз рассказала, что у меня нет руки. То есть у меня все фотки, все до единой фотки были подобраны так, чтобы не было видно руку. У меня так же. И никто никогда этого не знал. Но потому что это я делал не я, это делали несознательно мои друзья, думая, что они мне этим причиняют добро. Ну, типа они фотографируют меня так, чтобы не было видно руки. Нет, я сразу всем говорила, что типа, ну, мне так не нравится, поэтому меня так фотографировать не надо. Вот, кстати, про процесс принятия. То есть у тебя рабочая сторона была левая? Да. Легко определить. Да. У меня, судя по всему, была правая. Да. Нам надо вместе фотографироваться. Ну да, кстати, мы идеально подходим, смотрите, рабочие стороны. Как отнесся ребенок, как зовут ребенка? Семен. Точно, Семен. Как отнесся Семен, когда мама в какой-то момент стала мамой киборга? Он поначалу даже как будто бы испугался, потому что это большая черная штука, ему было два, а он, ну, маленький. Он очень долго типа не подходил, не смотрел, ну, как бы он издалека так наблюдает и пятится. Я такая, сынок, это мамина рука. С ребенком я протез почти не ношу. Почему? Ну, потому что с ребенком нужна волненосная реакция и очень мелкая моторика. А, я понял. С протезом это не всегда получается. То есть у меня протез все равно некоторые моменты замедляет. Ну, я тоже не все делал, на самом деле, с протезом. Есть вещи, которые я так и не научился, к сожалению, делать с протезом. Хотя, наверное, хотелось бы, конечно, но... Ну, типа я живо покупала как аксессуар, он у меня так и получался. И вот сейчас, сейчас я стала в этом году намного активнее его носить. В том году я как будто бы до сих пор привыкала к нему. Ну, да, функциональность я освоила какую-то, ну, основную. То есть там одеться, обувься и там дверь открыть, закрыть. Но в голове все равно, то есть я жила всегда без него и потом такая... Иногда я забываю, типа, вот как ты говоришь, кто-то ключи забывает, а я руку. Да, если не вышел, забыл Джека. Пришлось вернуться, потому что без него я как без рук. А сейчас у меня сын очень смешно реагирует на протез. Он его пытается надеть себе. Это, во-первых, очень забавно смотрится. Я иногда сторис выкладываю, это очень смешно. Пытается запихнуть, типа, мне тоже надо. Он, в целом, как бы обращать на меня стал внимание, вот именно в плане рук, совсем недавно. Но он просто маленький. Поэтому вопросов особо не было. А вот недавно у нас был очень забавный разговор. Он меня спрашивает, мама, у тебя нет руки? Я говорю, ну да, сыночек нет. Он, а почему? Я говорю, ну вот так получилось. Все, мы две руки, мама одна. Он такой, мам, купи руку. Я говорю, так я купила. Кстати, в вопросу купила. Как ты получала свой протез? Я получала через благотворительный фонд. Оказалось, достаточно проблематично получить протез. Это затягивалось, это бесконечно. И тогда у меня наложились тоже другие там семейные обстоятельства, которые мне не позволяли продолжать войну с поликлиникой, со всеми вот этими бюрократическими моментами. И поэтому я получала через благотворительный фонд. За что им отдельное спасибо. Все-все вместе, я вас люблю. А, я знаю, что это за благотворительный фонд. И Саша Будник, спасибо тебе. Да, и Сашенька, спасибо. Кстати, Александр тоже помогал мне с получением моей киберойки. Прямо такое ангел-крантин. Да. Все, тут надо сердечки еще вот так на монтаже сделать. Слушай, а почему не получилось оформить его через компенсацию? Блин, там история вообще мутная и очень странная. И я не знаю, это мое такое восприятие или у них там как-то алгоритмы все эти не работают. То есть я зациклилась еще на этапе поликлиники, когда внезапно, в момент, когда я решила, когда я им сообщила о том, что я собираю, хочу собрать документы на компенсацию, на ИПР, они потеряли мою карточку. И я дошла до заведующей, типа, мол, ребята, ну а что-то будем вообще? То есть я месяц к ним ходила ругаться, чтобы мне выписали документы какие-то, чтобы все это продолжилось. Причем ортопед, нормальный доктор, он сразу понял, что к чему. Он такой, ну мне нужны документы какие-то там, карточки твоей элементарности. Как я тебя буду принимать? Заново карту меня создали. Потом, пока все это происходило очень долго, наступил Новый год, считай, все эти праздники. Потом вот у меня семейные передряги, я к ним еще раз ходила. Все это пыталась пробить, выбить. И потом я еще узнала, что в моем регионе там из компенсации все очень сложно. И мне Саша Будник предложила через блокфонд, потому что она была со мной на связи все это время, как менеджер. А-а-а! Привет! А-а-а! 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 Ну я тебя пойму, он опять же зайдет вниз. Подсказывала, куда идти, какие документы просить, к кому обращаться. То есть мы пытались реально пропихнуться хоть как-нибудь, но у меня стопорилось все на каких-то абсолютно тупых оправданиях. То есть выглядит как будто я ничего не сделала, но столько потрачено было на этой энергии и времени. Я тоже не смог в первый раз получить протез по компенсации. У меня это тоже занял, мне больше года занял процесс доказать, что у меня не отросла рука, пока я переезжался в набор региона страны другой. Но у меня тоже поликлиника. Это реально проблема, и про нее нужно на самом деле говорить. Если поликлиника какая-то не понимает такую простую истину, что она не свои деньги с поликлиники тебе дает, а деньги налогоплательщиков, куда платишь ты налоги? Я у вас из кармана что ли эти деньги забираю? Почему так сложно? Ну то есть по сути система простая, да? Собрал документы, пошел. Ну как простая? Я сейчас собираю все эти документы повторно, и я тебе не сказал бы, что система простая. Нет, я к тому, что в целом закон есть. Закон есть, да. Инвалид имеет право на получение протеза. Да. Почему все так сложно? Потому что нет понятной схемы. Схемы действия шаг А, шаг Б, шаг С. А то, чтобы там проходить лоро-офтальмолога, это вообще для меня ржачки. Это да. Они через глаз как-то будут наблюдать, отросла у меня рука или нет? Слушай, я как раз вчера по этому поводу записывал ролик. Я просто не знаю, какой из этих моментов выйдет ролик быстрее, то ли про МС, то ли с интервью с Катей. Но если вы часто смотрите, скорее всего здесь появится ссылочка. Я прям рекомендую вам пройти по ней и посмотреть схему получения протезов в России. И как вообще оформить себе ИПРУ, оформить инвалидность и пройти медико-социальную экспертизу. Вот там, собственно, все шаги расписаны. По поводу лора. Вчера, когда я записывал финальный ролик, начал поднимать всю свою переписку с пользователями, которые мне пишут. Они же видят, что я прохожу. И там тоже что-то мне пишут. Кто-то проходил гинеколога. Кто-то окулиста. Кто-то, не знаю, психолог. Ну ладно, психолога еще могу допустить, для чего нужно. Но мне непонятно, зачем мне нужно сдавать кровь, зачем нужно знать показания билирубина для получения гонического протеза. Зачем сдавать мочу и, знаете, весь ее состав для получения гонического протеза, мне тоже непонятно. Но я спросил у врача. И что она ответила? И врач мне ответил, ну, не она, а это он был. Врач мне ответил, что это общеклинические анализы, и их проводят больницы только для того, что больнице нужно их провести и на этом заработать деньги. Что, прям так в откровенность с тобой поделились? Ну, то есть, ну, по факту, больница, больница это учреждение, которое оказывает услуги и компенсирует эти же средства из, внимание, из ФССа. Оттуда же, откуда компенсируют нам с тобой протезы. Все, все с налогов. И они как бы провели анализы, соответственно, сколько анализов они провели, столько они денег и получили. И чем больше анализов, тем, соответственно, больше денег придет в больнице. Нет, все равно, конечно, я не могу понять, но что протез так сложно получить. У меня такой к тебе тоже вопрос. До 18 лет ты сколько раз проходил какие-то медкомиссии, чтобы доказать, что рука не отросла? Раз в год. В какой-то момент я проходил раз в год, в какой-то момент случился, наконец-то, сдвиг вот в законах, что начали писать бессрочно. Это после 18 лет. То есть, они поняли, что рука у меня точно уже не отрастет, уже бессмысленно надеется. До 18 лет. Нет, я не помню, может быть, не прям каждый год, но точно больше одного раза я проходила медкомиссии, где вот миллион врачей. И все это зачем? Чтобы доказать, прийти, сказать, здрасте, не отросла, до свидания. Здрасте, не отросла, до свидания. Когда я ходила на эти комиссии, тебе предлагали там протезы или нет? Или все те же самые пластиковые руки? Да, предлагали вот эту вот косметику, я каждый раз отказывалась. Ну, потому что на это бессмысленно. Каких функций тебе не хватает в этой руке? Ну, чего бы тебе прям вот хотелось, ты сказала бы прям вот эту функцию, и я прям буду еще счастлива. Фак показывать. Фак показывать. Это, наверное, самый популярный жест, который меня просит показать. Я тебя спрашиваю, а можешь показать вот так? Я говорю, слушайте, ну, теоретически, да, если это сделать вот так. Вот так вот натянут. Не, я не знаю, каких функций не хватает. Наверное, я же не инженер. Каким-то образом доработать мелкую моторику. Ну, потому что не всегда мелочухи какие-то у меня получаются сделать. А ты не думаешь, что это связано просто с тренировкой, с опытом? Может быть. Ты же год назад там чего-то тоже не могла делать. Вполне может быть, что это дело опыта и какого-то, ну, просто тренировок определенных. А так? Ну, я же понимаю, что протез, он, что это все-таки не рука. И я делаю на это большую такую скидку. Не знаю. Бионику хочу. Вот что хочу. Что ты можешь пожелать им людям, которые хотят запротезироваться, но боятся. А может быть, не хотят и говорят вот эту любимую фразу. Да я без протеза, без вашего вообще все могу. Все могу без протеза. Тут я спорить не буду. Да, можно все делать без протеза. Но по себе знаю, что дисбаланс веса рук, он же, ну, наверное, в подростковом возрасте еще не так сильный. Но вот сейчас у меня искривление позвоночника. Ты это чувствуешь? Я это вижу, да. У меня кривые бедра, кривые плечи. А за время использования протеза у тебя не начало ничего меняться? У меня, во-первых, мышцы руки укрепились, тонус в спине какой-то появился определенный. Это не то, что вау, я стала суперздоровой. Конечно, это все постепенно происходит. Но да, определенные подвижки есть. И как бы вот для этого нужно как минимум носить протез. Пускай не каждый день, но он должен быть. И должен быть функциональным, а не косметика, которая просто висит. Ты занимаешься танцами. Как ты на них решилась? Как ты пошла и как тебя вообще встретила группа девочек? У меня такая ситуация. Вот опять же рассказывала, как говорила ранее, что вопрос эстетики для меня важен. Я танцевала без руки, ходила на танцы в детстве. И все это снималось еще на кассеты. И разумеется, с правой рукой нет такого изящества. Да, я помню себя, когда ты делаешь волну без руки. Это нам показать надо. Это серьезно выглядит смешно. Здесь идет пластично, а потом такая какая-то коряпка получается. Это обрезанные движения. А все-таки у мужчин более такое, наверное, что-то... Ну, типа побрутальнее, чем у девочек. А у девочек же все вот такое. И если левой рукой могу вот это изящество придать себе, то правой это вообще никак. У меня это бесило. Наверное, может быть, это мое какое-то мироощущение, но мне прям напрягал этот момент, что я понимаю, что я могу выучить движение, я могу надеть красивый костюм. Но вот этот момент прям типа мне все обрубал на корню, хотя я продолжала заниматься, я танцую в клубах там или где-то еще. Незакрытый гештальт какой-то у меня был. И когда получила протез, тоже такая... Рука есть, а как с ней танцевать? И такой, знаешь, типа мини-челлендж я себе поставила, что научиться танцевать с протезом и научиться им пользоваться не только в плане функционала там принести, унести, а чтобы вот еще сраститься с ним немножечко в этом вопросе, чтобы станцевать красиво. И я не знала, как я... То есть я на первом занятии, было очень мало движений, и я такая, если это первое занятие, то что будет дальше? Как я буду вообще все это сгибать? Какие будут движения? Как это делать с протезом? То есть... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Помогает вообще, ну не знаю, там, ты же танцуешь, получается, тебя уравновешивают все. Да, да, я думаю, что да. Конечно, у меня очень маленький опыт именно в спорте с протезом, но в целом баланс одинаковый, даже одинакового просто веса без физической нагрузки, это уже хорошо. Это уже я чувствую, что тонус определенный появляется. Это не шау-фау, там сразу качком я стала, да? Но какие-то подвижки есть. И вот с танцами, на удивление, у меня не получалось одно движение, так как бы я хотела, то есть до идеала я не довела одно движение из минутного танца, где вот мы танцуем достаточно активно. Как тебя приняли девочки внутри коллектива? Абсолютно адекватно. Я не знаю, как-то подобрались. Мы все такой на одной волне. Не сказать, что мы прям подружки-подружки, но такой женской комьюнити и не было ни одного вопроса. Это вот как раз таки о том, к чему я бы хотела прийти в целом, ну, в будущем. Когда меня восприняли, ну да, я такая, и что? А вот у нее там волосы рыжие, а у этой там татуировка на попе, да, условно. Угу. То есть мы просто вот такие уникальные, никаких вопросов, ничего не было. Единственное, только мне очень нравилось, что инструктор, ну, хореограф, когда я сторис выкладывала со своими танцами, ее отмечала, она к себе репост сделает, и она такая говорит, у вас еще есть какие-то причины, чтобы не начать жить полной жизнью? Ну, типа, если даже вот есть мотивации, и есть силы, и есть ресурсы, и вот и желание вот у такого человека, то почему, типа, другие? Почему вы все учтите на диване? Да, причина. Все находят какие-то причины, оправдания или еще что-то. Это и есть настоящий бодипозитив, про который, собственно, нужно рассказывать. Да, да. Вот именно то, что... Они плюс 15 килограмм, знаете, про неправильность. Ну, вот, кстати, не надо, тут тоже фэдшейминг немножечко вошел в чат, так что остановим этот разговор. Как изменился твой инстаграм с появлением протеза? О, это вообще... Ну, ты же, наверное, не любила фотографироваться, там, пряталась. Не, да, у меня все фотки, у меня нет ни одной фотографии, где видно руку правую. Наверное, они, если есть, то это типа случается. Ну, сейчас-то они есть. А сейчас, понимаешь, у меня сейчас фотосессия заточена на то, чтобы снять, там, показать все это. То есть, даже на танце, кстати, у нас был финальный типа съемка клипов. Нас на последнюю сцену ставили. И меня поставили так, чтобы протез не было видно. И ты такая, что это я не поняла? Я такая, а можно мне поменяться с девочкой местами? И мне говорят, ты меня знаешь, что говорят? Кать, ну у тебя, типа, его же не будет видно. Я такая, так у меня обратный мотив. Мне нужно, чтобы было видно. То есть, для людей это немножечко тоже шок. Как тебя в городе принимает, вот идет Катя по Тольятти? Ой, это смеет вообще. Это вот тоже, что мы с тобой обсуждали. Косые взгляды на улицы могут подойти. Но это в большинстве случаев до 20, до 17 лет. Вот такие вот, ну подростки, да, полуподростки, взросленькие. Вау, круто, рука терминатора, что-то такое. И это с такой непосредственностью, с таким восторгом. Я думаю, боже, как же круто, что вот, ну в моем детстве такого не было. Наверное, поэтому так я очень поздно получила протез. А для них это будет, то есть я понимаю, что мой сын будет расти в среде, где это будет естественно так же. Где это будет норма. Так же, как купить, я не знаю, новый телевизор или телефон, да. Или чехол на телефон. Или чехол на телефон, да. И это очень приятно. В Инстаграме, кстати, вот когда я начала говорить, очень интересная реакция последовала от тех, кто обо мне не знал. Ну, то есть мои друзья меня воспринимают, то есть они знают меня много лет. И для них нормально, что я там занимаюсь теми же танцами, рисованием, что у меня профессия была, ну, по образованию достаточно прикладное, очерчение, рисование, вот это все. И они, ну, рассказала и рассказала протез, да, крутой протез, все мои друзья заценили. А те люди, которые меня еще не знали, с точки зрения вот, что у меня есть такая особенность, они такие, вау, Катя, ты такая сильная, ты такая молодец. А я такая думаю, да я как бы и до этого была сильная, и до этого я тоже была молодец. То есть для них это прям, типа, если ты родился без руки, и ты вот как я, или там как ты условно, да, говоришь об этом, или ты живешь полной жизнью, это вау. Ну, для обыкновенных человек это вау, потому что в их понимании мы вышли максимальной зоной комфорта. Да, да. И если раньше мы прятались... А инвалиды все живут в квартирах, тихонечко не отсвечивают. Ну, это было раньше так, слава богу, эта среда меняется, и мы это меняемся с тобой. Ну, это знаешь, это как-то да, это на подкорке, это, наверное, вот у старшего поколения еще есть. Сейчас это меняется, и это очень круто, даже, наверное, 5-10 лет назад все было совсем по-другому. Ну, давай сейчас пофантазирую, какие будут протезы через 5 лет? Ну, я не думаю, что произойдет какая-то супер-революция. Хорошо, через 50 лет какие будут, но у тебя же будет старость, у меня будет старость, она неизбежна. Через 50 лет я думаю, что будет уже протез, который будет вживлен, но который можно будет все равно менять, как, типа, кофточку ты меняешь, пальто, да, у тебя будет кардероб протезов, и ты такой выбираешь, какой тебе сегодня подходит. Типа, сегодня у меня рука миксер. Ну, или так, да, или там разные цвета, разные, там, я не знаю, вот стразами инкрустированы, кружевом, там еще чем-то. Я тебе открою секрет, страза уже есть. Я знаю, поэтому я так и говорю, потому что хочется все и сразу, чтобы это было реально так просто получить, как сходить в магазин и купить. Я думаю, что протез будущего это будет такой дисплей. Как вариант. Ты нажимаешь кнопочку, у него может быть любой цвет, возможно, что будет любая форма, и, конечно, мне хотелось бы, чтобы пальцы делали не только вот так, а чтобы они еще могли делать вот так вот. Вы не представляете, но ни один протез пока так не умеет делать. Я бы хотела еще, вот опять же, каких-то плавных. Пластичности. Да, мне кажется, через 50 лет мы этого достигнем. Вполне, 50 лет этого очень много. Моторика, слышишь? Мы, собственно, здесь уже накидали с Катей. Вариантики. Вариантики, да. Вы там берите, пожалуйста. Мы даже ничего не просим взамен, как у авторского права. Надо. Что бы ты сказала Кате пять лет назад? Задолго до протезирования. То есть два года назад я уже задумалась о протезе, но я как бы стопорила сама себя. Типа, нет, это невозможно. А вот тогда я еще не думала, это есть в России, это реально, и ты можешь просто встать с дивана. Ты же можешь не вставать с дивана, просто позвони. Такой век, когда ты даже можешь вставать с дивана просто. Алло, здравствуйте, компания Моторик. Короче, я созрела тут на руку. У меня же, потому что я же искала варианты, как это сделать, ну типа самопальное какое-то. Оказывается, оно же все придумано, просто я об этом не знала. И круто, что я об этом, что это говорится теперь громче, шире, масштабнее. Протез – это не только функция. Протез – это психология, это здоровье. Я сказал бы, что протез – это полностью комплекс. Да. И с появлением его в твоей жизни, и внедрением его в твою жизнь, меняется абсолютно все. Не так, чтобы вам дали протез, и завтра у вас вообще все поменялось. А и Порш приехал. И Порш приехал, и вы стали звездой, и у вас миллионы гонорары. Нет, я не про это, а про то, что внутренняя уверенность и самоуверенность начнет, ну, расти. Если у вас ее до этого не было, то ее, конечно же, не появится завтра, но у вас изменится отношение к самому себе. А когда изменится отношение к самому себе, то начнет меняться вокруг вас мир. Я всегда говорю для тех, кто вот совсем-совсем против, я говорю, а ты пробовал? Ну, то есть вот ты категорически против, а почему? Ты пробовал, пользовался протезом? В большинстве случаев ответ нет. И то есть я говорю, ну, а как же ты тогда можешь объективно судить? Удобно с ним, нужен он тебе или не нужен? У меня был недавно подкаст с Сергеем Дитко, со стендапером. И я вот ему тоже сказал, Сереж, но глупо рассуждать о вкусах апельсинов, ни разу с ним попробовал. Вот, вот, да. Ну, ты сначала попробуй, а потом скажи там, да, нет, нравится, не нравится, буду, не буду. Это как сравнить с любым современным гаджетом. Вот я бы была, беспроводные наушники, очень банальный, тупой пример. Я всегда думала, зачем? Ну, типа, это понты просто, беспроводные наушники. Зачем, если у меня есть проводные, которые прекрасно работают и все такое. Играю, да, играю. А потом мне подарили беспроводные наушники, и я такая, а как я без них вообще жила до этого? Ну, типа, это же очень удобно, это же максимально упрощает твою жизнь. Если мы живем в такое время, когда все настолько стремительно развивается, почему бы не пользоваться? Технология, когда она доступна здесь и сейчас. Да, да, да. Собственно, это была Катя Харитонова из Тольятти. Ей пора бежать на самолет, поэтому мы с вами прощаемся. Не забудьте поставить лайк, поделиться этим видео в социальных сетях, чтобы вы увидели не только люди-киборги и тем, кому нужен протест, а просто люди, которым нужно хотя бы чуть-чуть мотиваться для того, чтобы понять, что в жизни можно поменять абсолютно все и без разницы, в каком городе вы родились. Сколько у вас рук, пальцев, ног и какого цвета ваши глаза. Главное просто действовать. Пока-пока. 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 Пока-пока.